Четвертая поликлиника города Иваново попала в число учреждений, где с мая этого года реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника». Сотрудники выделили для себя пять проблемных направлений и начали потихоньку ситуацию исправлять. Пять проектов, касаемые улучшения процесса навигации информирования населения в медицинской организации, проект сокращения времени обслуживания пациентов в поликлинике номер 4, проект улучшения маршрутизации пациентов в процессе обращения в поликлинику, проект сокращения времени обслуживания пациентов с учетом работы контакт-центра И последний проект связан с оптимизацией процесса забора крови. Что такое бережливая поликлиника и как пациентам ей пользоваться? Руководитель регионального Минздрава решил испытать все новшества на себе. Сразу при входе висит электронное расписание работы врачей. Это расписание полностью сюда на экраны выгружается из медицинской информационной системы. То есть как только регистратура начинает формировать расписание работы специалистов на две недели, это расписание уже автоматически здесь. То есть оно меняется, как только вносится изменения в медицинскую информационную систему. Например, заболел человек, а врачи тоже болеют. Информация о том, что доктор заболел, сразу же приходит сюда, и они вносят изменения в медицинскую систему, и это сразу же отображается. Уже человеческого фактора, что кто-то забыл картонку поставить, его просто нет. Обновленная регистратура открытая. Правда, поводов обращаться туда в Бережливой поликлинике гораздо меньше. На здании разработана навигация. Куда идти, подскажут указатели. А вот как именно их повесить, выясняли опытным путем. Это же не просто придумать, напечатать что-то и повесить. Сначала вывешиваются листочки, там пишется просто вся эта навигация от руки, люди ходят по коридорам, есть такие фокусные группы. То есть берется секундомер, человек говорит, ты должен найти туалет, допустим. Засекается время. И он по навигации идет. Ему запрещено спрашивать других, где здесь туалет. И по навигации он идет. И мы с чем столкнулись, что вся наша навигация, которая, как казалось нам, она очень правильная, она оказалась бестолковой. И вот такими методами проф и ошибок мы добились того, что пациенты теперь понимают, что нужно и куда идти. В зале бережливой поликлиники обязательно есть администратор. Чтобы пройти, например, диспансеризацию, достаточно взять талончик, который выдается по штрих-коду полиса. Девчонки, давайте сходим. Поближе. Нет, надо дальше. Вот, напечатать анону на диспансеризацию. Вот у нас появляется талон. Здесь написано кабинет номер 4, время такое-то. Номерок. Проходите. А где вот пациент, маленькое уточнение, я взял, где я вот сразу здесь могу видеть. Вот стоит администратор зала. А если вдруг администратор отошел? Не, он не отходит. Терапевт в поликлинике, которая бережет время и нервы пациента, через информационную медицинскую систему может назначить все обследования. То есть записать к узким специалистам и заодно к себе на повторный прием. У нас нет дефицита по узким специалистам, поэтому любой человек может получить эту помощь. Пожалуйста, ну, к любому специалисту может записаться. Более того, можете записаться и не только к узкому специалисту, но и в параклинические подразделения. Например, на ультразвук, на сдачу анализов, вот, флюорография. И более того, потом вам уже синхронизируют, делают явку повторную сюда же, к этому человеку. И не надо, как это было раньше, то есть, как Артур Нович сказал, дали ворох назначение бумаг, и вы опять через регистратуру ходите, записываете. С этого сейчас делать не надо. В проекте «Бережливая поликлиника» 25 учреждений региона. Пять из них в этом году внедряют методы бережливого производства ударными темпами. Это первая, четвертая, седьмая взрослые поликлиники и шестая и первая детские. Остальные в процесс включатся не спеша, опираясь на опыт и шишки первопроходцев. Внедрить программу планируют в течение четырех лет.